Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 13. Вопрос 2761. Когда вы начинали хлопотать о чтении библейских текстов по-русски за богослужением, то на вас нападали, обвиняя в расколе. Теперь эти люди признали ли свои обвинения вас в расколе ошибочными? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не признали, а сами, быть может, впали в раскол. Вот только одна публикация из журнала РПЦЗ. Прошло 9 лет, и автор Тимофей Алферов уже не с синодом, за который так ратовал. И именно его числят теперь синодалы раскольником, а не нас. А мы как были с синодом, так и остались. Да и доводы у него даже не смешные, а насмешливо циничные над темной массой. Разве рожденный свыше человек, движимый Духом Божьим, может так издевательски относиться к душам прихожан, которые не понимают произносимых в храме слов? Вот как выглядела тогда их публикация по дискредитации меня в первую очередь, что не красной нитью, а кровавой веревкой через всю Тимофееву статью натянута. Сколько бы ни изощрялись в обмане душ помраченных непонятностью, а все остается в той же версте погибельный ров, отделяющий разом от слышания слов Божьих. И такие иностранцы вопят, чтобы их слушали, внимали их заклинаниям, чтобы быть тупым и темным очень даже полезно. 1 Коринфянам 14.11 «Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец». Город Ишим, при освященном Евтихию. Цитата. «Наша крестовоздвиженская община города Барнаула на общем собрании единогласно постановила просить вашего святительского разрешения и благословения читать при богослужениях на русском языке по синодальному переводу Библии 1876 года все по Римии, Псалмы Давида, Евангелия и Апостолу». Подобная просьба наша вызвана тем, что наша община в подавляющем большинстве состоит из молодых людей, пришедших к Богу, принявших сознательное святое крещение и ставших членами нашей общины, придя из неверующих семей, в полном смысле от тяжкой тьмы атеизма, кришнаитства, к свету православия, и церковно-славянский язык нам непонятен. Мы горячо желаем, чтобы слова, приведенные ниже, воплотились в наших общинах. «Есть вещи, крайне нужные», – говорит Феофан Затворник о переводе службы на русский язык. «Разумею, новый, упрощенный и уясненный перевод церковно-богослужебных книг. Наши церковные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышены. В них вся наука богословская и все нравоучение христианское, и все утешение, и все устрашение. Внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг. Между тем, большая часть этих песнопений совсем непонятна. А это лишает церковные книги плода, которые они могли производить, и не дает послужить им тем целям, для коих они назначены и имеются. «Ныне, завтра, надо же к сему приступить, если не хотим нести укора за эту неисправность и быть причиной вреда, который от этого происходит». Душеполезное чтение, 1896 год, номер 10, страница 462. Из доклада о церковно-богослужебном языке. Принят решением Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 годов. Четвертое определение. Второе. В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются и права общерусского языка в богослужении. Чтение Слова Божия, отдельные песнопения, молитвы, замена отдельных слов и речений и тому подобное для достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении его церковной властью желательно в настоящее время. Пятое. Желание какого-либо прихода служить богослужение на общерусском языке подлежит удовлетворению по одобрении перевода церковной властью. Это уже не первый запрос от нас к вам. Игнатий Лапкин, город Барнаул. Цитата. Уже не в первый раз я разъясняю о невозможности введения русского языка вместо церковно-славянского в качестве богослужения. Основание. Первое. В определении Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 годов ясно сказано о возможности введения означенного новшества лишь по одобрении церковной властью. Таковой властью для меня является Первый Иерарх, Синод и Архиерейский Собор. И от всех трех степеней высшей церковной власти не было одобрения по данному вопросу, возбуждаемому мною с вашей подачи, о чем я вас информировал. Второе. С полной ответственностью утверждаю, что переход даже отдельных приходов епархии на употребление русского языка за богослужением неизбежно вызовет церковный раскол. Изучение верующими некоторых непонятных слов церковнославянского языка – вещь вполне возможная и полезная, осуществленная тысячами современников. Это неизмеримо легче, чем преодоление церковных смут и расколов, которые вызовет нововведение русского языка. Упорное нежелание изучать церковнославянский язык – настаивание на своем свидетельствует об ущербности духовного уровня членов общины и носят в себе признаки сектантского духа, чему я не имею ни права, ни желания способствовать. Епископ Евтихий, город Ишим, Санкт-Петербург, редакция «Возвращение». «Убедительно просим вас отправить в Синод наше письмо, ибо у нас с Синодом прервана связь вот уже третий год. Не знаем, кто в этом виновен». Игнатий Лапкин, город Барнаул, Алтайского края. В Священный Синод, Русская Православная Церкви за границей. Высокопреосвященный владыка, митрополит Виталий. «Просим во имя Христа дать нашим двум общинам Крестовоздвиженское в Барнауле и Свято-Анфимовское в поселке Потеряевка, окормляемым протоиереем отцом Иоакимом Лапкиным, разрешение на чтение при богослужении на русском языке псалмов Давида, Паримий, Апостола и Евангелия по Синодальному переводу 1876 года. Подобные запросы от наших общин неоднократно направлялись нами нашему ипархиальному преосвященному епископу Евтихию. Ответ епископа Евтихия нас немало не удовлетворил, ибо аргументы ответа сего не соответствуют действительности. По прилагаемому ответу епископа Евтихия высказываем наше рассуждение. Первое. Епископ Евтихий называет богослужение на понятном языке новшеством, хотя со дня Святой Пятидесятницы все народы прославляли Бога на их родном языке. Вернее, было бы назвать новшеством служить на непонятном, устаревшем языке. Слово по одобрению церковной властью епископ Евтихий непонятно, почему относит к Библии перевод, который одобрен и Синодом, и Патриархом. Слово по одобрению по контексту решений Собора 1917-1918 года относится только к новому переводу текста богослужебных книг, и при том только к тому переводу, который еще не одобрен церковной властью. А мы-то просим только именно чтения мест Священного Писания, а не текста богослужения, который всегда у нас на церковно-славянском языке. Так как перед первоиерархом, Синодом и Собором этот вопрос епископам Евтихиам был неверно поставлен, то и ответ всеми тремя степенями высшей иерархии, если бы, если и был дан, то не на наш запрос. Повторяем, мы просим письменного официального разрешения на чтение при богослужении только Псалтири, Евангелия, Апостола и Паримий по Библии Синодального издания-перевода 1876 года. Второе. Епископ Евтихий утверждает, цитата, с полной ответственностью, что переход даже отдельных приходов епархии на употребление русского языка за богослужением, цитата, неизбежно вызовет церковный раскол. Мы же считаем, что пугать никогда и нигде небывшим расколом по такому поводу за всю историю церкви нельзя. Подобный раскол можно было бы вообразить, если бы в общине были желающие вести богослужения на церковно-славянском и на великорусском языках. Но если в общине все до единого и священнослужители умоляют, просят, молят разрешить на родном языке вести не богослужение, а читать библейские тексты, перевод которых многократно одобрен и дореволюционным синодом, и патриархией, и за границей печатают библии синодального перевода, то пугать мифическим расколом некого. Дорогие наши архипастыри, пришлите нам ваш ответ, и если он будет отрицательным, мы обратимся с нашей мольбой к собору архиерейскому, да услышит нас Бог и Матерь Божья. С искренней любовью к вам, настоятель протоиерей Иоаким Лапкин, староста Игнатий Лапкин, церковно-приходской совет, Янчук Яковлев Бауар. От редакции, цитата, «В 60-е и 70-е годы я жила на Алтае, училась в Барнаульском педагогическом институте на филологическом факультете, там и получила первые уроки старославянского языка, и хотя большим усердием в постижении цитата ненужного, как мы тогда считали языка не отличалась, но именно те уроки дали мне возможность свободно читать церковно-славянские тексты уже в церкви. Думается и сейчас в институте вряд ли откажут настойчивым собратьям миссионера Лапкина в изучении этого непонятного им языка. Посылали мы в деревню Потеряевку и в Барнаул букварей церковно-славянского языка. Дальше в нашей подборке читатель сможет найти статью «Три года с букварем», в которой учитель рассказывает об опыте работы с городскими детьми, усвоившими без особых усилий непонятный язык. В Потеряевке букварь остался невостребованным. А ведь Лапкин миссионерствует не среди диких племен, а в цивилизованном месте, в университете. Члены общины познали запутанную и неблизкую российскому духу идеологию кришнаитства. Эти страстные послания против церковного языка набраны на компьютере тоже вещь не такая уж простая для темного разума. Все можем пытливым умом, но с церковно-славянским возникла проблема. Может ли быть такое? Из далекого Якутска пришло письмо. С трудом подбирая русские слова, Надежда Михайловна Протопопова пишет «Сама я христианка, якутянка, умею читать по-славянски и люблю молиться по-славянски». Нужно ли здесь что-то комментировать? И уже не к Игнатию Тихоновичу, которого не знаю, и не к отцу Якиму, которого высоко ценю и люблю, и подпись которого с изумлением увидела под этим странным письмом, а к тем молодым людям, принявшим недавно святое крещение, обращаюсь. Уверяю вас, это не такой уж большой труд вспомнить забытый, прекрасный, многокранный и многовместительный язык православной церкви. Потрудитесь и не ставьте в неловкое положение своих пастырей и родителей. Ольга Никитина, редактор журнала «Возвращение» Дорогой о Господе Мирянин Игнатий Тихонович, Ваша настойчивая просьба об употреблении текстов Священного Писания за богослужением на русском разговорном языке звучит довольно странно. Не меньше удивления вызывает и Ваша проповедь о необходимости перевода богослужения на русский язык. Это все было бы понятно в устах священников модернистов из Московской Патриархии, таких как Борисов, Чистяков, Кочетков, Балашов, которые стоят за ревизию всего православного благочестия. Понятно, что этим людям и по национальности и по духу нерусским, несмотря на свои простецкие фамилии, язык церковного богослужения чужд, особенно взятый в его полном богатстве и многообразии, еще более неинтересен. Душа не обретает в нем ничего родного и близкого. Их как раз таки легко понять. Представьте себе, что волею судеб нам пришлось бы преподавать в Израиле Тору или в Персии Коран, да еще и на языке первоисточника. Нас, среди прочего, очень раздражал бы непонятный язык, как раздражает ныне церковно-славянские патриархийных модернистов. Но вы-то, Игнатий Тихонович, вроде не их числа, вроде не из их числа, не назовешь вас и Иваном, не помнящим родства или любителем примитива. Нет, все это решительно не про вас. А если так, то стоит ли тратить столько слов, чтобы доказывать, что церковно-славянский язык жив, на нем пишут, на нем говорят, он обогащается новыми словами. Только все это происходит не в быту, а в богослужении. Пишут на нем новые службы святым, акафисты, каноны, молитвы, говорят этим языком, обращаясь к Богу в молитве. Вы заметили, математики, врачи, археологи имеют свою версию специального языка, на котором общаются профессионально. И мы, войдя в общение с ними, не сразу все поймем. Церковь тоже имеет свой язык, но только возвышенный и очищенный. Ведь духовный мир имеет множество понятий, которые любыми обыденными словами не передать точно, полно, красиво. Есть в евангельском повествовании и тем более в богослужебных текстах такие места, которые обычным языком и вообще невозможно передать. Получится почти кощунство. Дайте, к примеру, равновесное, равнозначащее, разговорное русское слово следующим словам. Чресло, ложе сна, афедрон. Снитесья в смысле совокупления, но это тоже славянское слово. Переведите мне шестопсалмия, яка лядвия моя наполнишеся поруганий. Не ясно ли каждому приходящему в храм, что чтобы в церкви что-то понять, надо поработать над собой, приподнять себя для малопонятной мудрости, а не эту мудрость принизить до своего уровня. Если же человек упорно настраивает себя не так, и если церковь ее уставы приспосабливает под себя, то какой же он христианин? Бог создал человека тварью словесную, значит имеющую большой словарный запасы и умеющую этим запасом пользоваться для выражения своих мыслей. Церковно-славянский это наш родной язык, его необходимая, хотя и основательно подзабытая часть. Языки всех народов имеют свойство со временем вырождаться, упрощаться. Это видно на примере еврейского, латинского, греческого, английского, славянского. Новое поколение любого народа редко где понимает свой родной, но древний язык. Это плохо, но такова жизнь. Принципиально неверны ваши ссылки на опыт Кирилла и Мефодия противившихся ереси триязычников. Они ведь не помогали славянам забыть часть своего родного языка, что по сути дела пытаетесь сделать вы. Более того, они создали особую версию славянского церковный язык, обогатив его многими греческими буквами. Сравнивали ли вы когда-нибудь язык цитата «повести временных лет» или «слово о полку Игореве» церковным языком? Заметили ли разницу? Уже тогда древнерусский разговорный язык отличался от церковного, хотя церковный был всем понятен. Вот и нам с вами сейчас необходимо восполнить у себя самих и у тех, кто попросит нашей помощи этот большой пробел в церковной культуре, в церковном благочестии, пробел языковой. Полюбите сами славянскую речь, и все ваши слушатели ее полюбят и перестанут единогласно подписывать синоду свои неуместные послания. Свидетельствую вам из опыта, практически всякого прихожанина можно и должно приобщать к родному богатому языку церкви святых апостолов. Прочитайте людям Евангелие апостол, переведите так и сяк непонятное слово, разъясните грамматические обороты, и вся древняя речь вдруг засверкает перед вами, зазвенит и заиграет, и все ваши слушатели почувствуют и полюбят ее поэзию, поймут, что она родная и близкая. Но простите за откровенность, дорогой Игнатий Тихонович, я все таки не верю, что вам так уж нужен разговорный язык богослужений, тут нечто другое, а что? В какой-то мере ответ можно отыскать в вашей статье о благовестии, где вы доказываете права мирян на это дело, доказываете горячо, с напором, с явным пересолом, может показаться, что все беды церкви и кошмары революции именно от того, что злые попы узурпировали право на церковное благовестие, отняв его умерян. У меня нет возможности пространно ответить вам по существу, скажу лишь, что никто правомирян помогать друг другу наставлениям и учениям согласным с православием не оспаривает. Корень вашей беды в другом. В начале статьи вами приведено факсимилие особого благословения на миссионерскую деятельность выданного вам митрополитом Виталием. Объяснено также, что это редчайший читай единственный документ наших дней. Приведена тут же и фотография вы а по краям два иерарха нашей церкви. Другая фотография вы преподаете в школе вас внимательно слушают слушают записывают ваши слова в толстые тетради и через всю статью красной нитью проходит главная беда церкви что миряне не проповедуют но не права некоего сословия мирян защищаете вы где они эти толпы жаждущие проповедовать вместо священников ведь всем ведь очевидно из текста а еще более из иллюстрации что это все о вас ваших правах исключительность вашего положения как мирянина проповедника подчеркнутая вами нарочито призвана указать любому читателю и слушателю вот кого надо слушать если хочешь услышать что-то нетривиальное но если бы даже священник или епископ с кафедры в таком тоне произнес свою первую речь можно было бы сразу сказать уклоняйтесь от такого оратора ибо он прежде всего желает проповедовать себя в противоположность известным словам апостола не себя проповедуем благовестие благовествует а не отстаивает свое право благовествовать вот вы почему-то взялись за богослужебный язык добиваетесь хотя бы малого позволения пока лишь читать священное писание за богослужением по-русски но это как раз менее всего необходимо на апостольское и евангельское чтение обычно произносятся проповеди и эти тексты больше всего всем знакомы чем объяснить эту нелогичность только одним желанием во что бы то ни стало настоять на своем проторить тропу рядом с торной дорогой но тропу свою отвергает ваш епископ ваши притязания пойдем дальше напишем в синод отвергнет их конечно же и синод боюсь что беда будет от вас и синоду всех запишите в книжники и фарисеи хорошо если этим и кончится а в общем то это не так уж важно напишем мы что то или добьемся чего то своего не так уж важно но многие простецы нас с вами уважают а не так уж важно что многие простецы нас с вами уважают мало ли к каким лжецам склонно прислушиваться толпа мало ли какими мы можем увлечься ошибками церковь истинная на земле прибудет до скончания века а коли так всегда найдутся в ней и авторитет повыше нашего и ум поострее и сердце погорячее и дух смирения вот с этим и заканчиваю примите прошу вас со снисхождением и благосклонно Ирей Тимофей Алферов Возвращение номер четвертый в скобках восемь тысяча девятьсот девяносто шестой год страница с двадцать девятой по тридцать вторую Всю жизнь учись и дураком помрешь Кто выдумал пословицу ленивым что знания чужие не оценил ни в грош не засевая свою под черепную ниву не засевая свою под черепную ниву вот если выводов положительных не делать багаж и знаний просто для диплома то поговорка с дурью на нас восярит смело при первом повороте тот час в кувет заломит умение к спасению применю чужой из тысячелетий приложимый опыт изысканное всем на удивление меню а недоморощенная кислота и копоть мечтал найти учителей известных учесть ошибки промахи приверстки какие специи жизнь добавляла в тесто и почему их хлеб до нас дошел не черствый несиеминутным интересом движим предвзятости не угодить бы в рабство слепцы чужие черепки оближут не насладившись состоянием райским библиотеки тонны пыльных книг перелопатил рассовал в конспекты познал что и один библейский стих все перетянет даст душе ответы предузнанно как дальше задымит предсказано где взрыву совершится где в пояс колбасу в лес динамит дверь в преисподнюю лбом бьет шахитка с библейской историей не спорят благоговейно почеши в затылке рассматривая героев прошлых корень потоком слез туши свой корень пылкий походливы на зло как все козлы в пустыне участь их конечно не завидна весть о христе нести не только к добрым к злым не стать гербарием скрываясь в келье сиднем 29 апреля 2005 год Игнатий Лапкин Вьет 20 апреля